Однажды некий купец поймал в лесу соловья и принёс его домой. Заказал он прекрасную клетку из золота, украсив драгоценными камнями. Одно загляденье. Посадил купец соловья в эту клетку, нанял специального слугу, что присматривал за птицей. Сад купца благоухал от множества цветов. Посреди сада был бассейн из белого мрамора. Купец приказал повесить клетку соловьём в тени рядом с бассейном, и каждый вечер приходил и любовался птицей. А соловей всё время пел печальные песни и грустил. Купец нашёл человека, понимающего язык птиц, и попросил его узнать, какова причина грусти соловья. — Господин купец, — говорит человек, знающий язык птиц, — соловей тоскует по родине, по родному гнезду, по свободе. Он поёт. Лучше нищим быть в отчизне, чем с короной на чужбине. Видит купец, что соловей с каждым днём чахнет. Открыл он клетку и выпустил птицу на волю. И поскакали они вслед за соловьём. Полетел соловей через горы, пролетел над полями, купался в речках, пил воду из ключей. Долго ли, коротко ли, долетел до родного дупла, влетел в него и воскрикнул. — Ах, Родина, как ты прекрасна! И запел соловей весёлую песню, прыгая с ветки на ветку, с дерева на дерево. — Удивительно, — говорит купец, — я держал его в золотой клетке, среди роз, кормил, поил. А ему дупло нравится больше. — Господин купец, — сказал человек, знающий язык птиц, — не удивляйся. — Каждому дорога Родина, отчий дом. Соловей здесь свободен. Свобода превыше всего. — Бот. Родина. Продолжение следует...